Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, как можно зарабатывать без вложений на выполнение простых и несложных заданий. Итак, давайте по порядку. Переходим по ссылке в описании к видео. Попадаем вот в, собственно, такой сайт, как видите, биржа микрозадач. Регистрация здесь несложная. Я заострять на ней внимания не буду. Нажимаете начать работу. Далее, либо в один клик через любую соцсеть регистрируйтесь, либо через e-mail. Кому как удобно. Далее у вас появляется вот такой онлайн кабинет. Здесь вы видите свой заработок и различные другие функции. Сейчас мы об этом поговорим. Итак, нажимаете вкладку поиск задач. Открывается такая вкладка. Здесь, как видите, стоимость разная. 80 копеек, 400 рублей. От чего это зависит? От сложности заданий. Например, вот видите, поставить лайк на YouTube 80 копеек. Да, ребят, просто поставить лайк 80 копеек. По-моему, это довольно-таки круто, да? Если учитывать то, что, в принципе, работы как таковой и нет. Да, она несложная, точнее. Вот. Начинать я советую, если вы впервые выполняете похожие задания, впервые на похожей бирже, да? То, соответственно, легкие задания берите в работу для начала, чтобы понять, да, как зарабатывать, в чем суть. Здесь можно нажать фильтр и выбрать вот соцсети, да? Например, лайкать, подписываться и так далее. Допустим, подписка в ВК, в группу, либо в Facebook и так далее, да? В среднем стоит 1,2-2,4 рубля, да? То есть, несложно посчитать, сколько на этом даже можно заработать. Ну, а далее, соответственно, вы уже можете также смотреть задания подороже. Также, ребят, здесь есть так называемые уровни. Что это значит? Когда вы зарегистрируетесь, у вас будет базовый уровень. Здесь количество одновременных заданий в работе 3, но по факту их будет 5. Что это значит? То есть, смотрите, вы выполняете задания, берете их в работу. Далее нужно, чтобы рекламодатель проверил, все ли в порядке, да? Действительно ли вы, допустим, поставили лайк. Итак, вы сделали 5 заданий, они находятся на проверке, рекламодатели их проверяют. Больше 5 на данный момент вы выполнить не можете. Как только, допустим, одно у вас проверили, у вас 4 висит на проверке, вы еще одно задание можете взять в работу. Зачем это сделано? Дело в том, что много новичков, которые регистрируются, да? Ну, скажем честно, хотят халявы, недобросовестно выполняют задания, например, не ставят лайки, не подписываются, а просто подают отчет. Соответственно, такие задания рекламодатели отклоняют. Да? Как только вы уже становитесь опытным работником, набираете 100 баллов, 100 баллов это плюс-минус 100 заданий, да? Здесь вы почитаете, это может быть и быстрее, да? Вам рекламодатели оценивают ваше выполненное задание, ставят вам баллы и можно набрать гораздо быстрее. Это несложно, да? Итак, вы набрали, допустим, 100 баллов, у вас уже продвинутый аккаунт, да? Ограничение на количество одновременно выполнения заданий снято. Далее, система также ценит тех работников, которые качественно выполняют задания. Когда у вас будет высокий уровень выполнения задания, вы уже будете плюс 5% получать, так называемым, кэшбэком, да? Назовем это так, к своим выполненным заданиям. И когда вы уже будете профессионалом, вы будете уже получать плюс 10%. Давайте посмотрим рейтинг. Здесь, видите, действительно есть и профи, и продвинутые уровни. Вот, например, человек выполнил 20 326 заданий. Ну, я думаю, можно представить, да, сколько он заработал. Даже если по рублю считать, это более 20 тысяч, а как вы видите, да, задания есть здесь и по 400 рублей. Совершенно разные. То есть, очень круто, на мой взгляд. Также, давайте посмотрим, что такое печеньки. Печеньки, ну, понятно, что это какие-то плюшки, да? Давайте разберемся с ними, что же это такое. Смотрите, ребят, когда вы первый день выполнили хотя бы одно задание, вы получаете 2 печеньки, да? Вот здесь вы можете нажать «Получить печеньки» и, соответственно, «Получить». Один раз в день я уже получал, поэтому сегодня, поэтому у меня не получится уже получить. Далее, во второй день вы получаете 4, в третий день 6, далее 8 и пятый, последующие дни 10 печеньек. Даже если вы будете одно задание выполнять, вы будете получать, помимо оплаты, еще и печеньки. Зачем они нужны? Эти печеньки вы можете тратить либо на улучшение своего аккаунта, какие-то плюшки дополнительные покупать, либо также получать деньгами. То есть, 100 печенек набранных – это 10 рублей. То есть, это к вашему основному заработку. То есть, здесь сервис заботится о своих пользователях, о тех людях, да, кто качественно выполняет задания, кто качественно работает и, как видите, делает различные такие плюшки. А здесь печеньки, да, раздается, скажем так. Поэтому, ребят, напоминаю, ссылка в описании к видео будет. Там же я оставлю ссылку на еще один похожий сервис. И, как обычно, ребят, если видео понравилось, пальцы вверх. Если что-то не понравилось, соответственно, ставьте дизлайки. И комментарии, как обычно, проставляйте под видео, спрашивайте, чем смогу, помогу. Всем спасибо за внимание.